Александр Петрович, здравствуйте! Сегодня мы у вас в гостях, обычно вы у нас, но повод более чем значимый, чтобы мы пришли к вам, чтобы не дожидались, когда вы выкроете время и появитесь у нас, это встреча ваша с президентом страны. Расскажите, откройте тайну, как вообще подобные встречи организуются? Как губернатор попадает в президент? Спасибо, что нашли время. На самом деле я готов к диалогу и к разговору в любое удобное для средств массовой информации время, я это много раз доказывал на пресс-конференциях. Что касается значимой встречи с президентом, они бывают достаточно регулярны, примерно раз в год президент приглашает руководителей субъектов на встречу, где руководители субъектов отчитываются о ситуации. В регионе проделаны на работе об итогах прошедшего периода, приносят некие идеи, которые либо поддерживаются, либо не поддерживаются президентом, которые касаются либо субъекта, либо страны в целом. Ну и президент составляет оценку активности, профессионализма, авторитетности, адекватности руководителя. Ему это тоже очень важно, потому что одно дело черпит информацию из статистики, из справок, которые ему готовят, другое дело живое общение. Мы же сами видим, что он со средств массовой информации часами может общаться, отвечая на любые вопросы, чем вызывает, конечно, удивление и восторг, потому что знать столько и отвечать на столь многочисленные вопросы, нужно обладать этой информацией. А для губернатора это что? Вот это вызов на ковер? Как он себя чувствует, губернатор, когда отправляется на встречу с президентом? Естественно, сидишь и готовишься, поэтому после работы несколько дней сидел, готовился, обложившись всей информацией по всем спектрам жизнедеятельности Республики Карелия. Безусловно, за 28 минут аудиенции очень многие темы были подняты президентом, обсуждены некие идеи, которые были сгенерированы от нас, и ему тоже понравились. Поэтому вопросы могут возникнуть какие угодно, и какую угодно тему президент может поднять, поэтому нужно быть готовым к любому вопросу. А учитывая компетентность и широкий кругозор, конечно, сидишь, готовишься и волнуешься. Это своего рода экзамен. О чем на этот раз говорили? О чем шла речь? Ну, на этот раз говорили об итогах социально-экономического развития Карелии. Мы помним, и он, кстати, на встречу с руководителями регионов, он всегда тоже готовится, потому что он задает вопросы и очень глубоко знает ту или иную тему, по которой, так сказать, начинает экзаменовать тебя. Говорили об итогах ушедшего 2014 года, о ситуации сегодня, о перспективах Республики Карелия, что удалось сделать, что не удалось сделать, какие у нас есть проблемы, чем нужно помочь, и какие есть идеи для, так сказать, реализации в Карелии, для реализации в Российской Федерации. Поэтому был небольшой экзамен и отчет по ушедшему 2014 году, отчитался перед президентом, ну и рассказывал о ситуации в Карелии, поблагодарил за поддержку будущей федеральной целевой программы, которую мы защищаем в мае месяце в правительстве Российской Федерации. Сама идея была поддержана президентом еще год назад, поэтому, конечно, были интересные моменты при встрече с президентом. Ну, давайте, вот, может быть, тезисно и по интересным моментам подробнее все-таки встречу. Ну, любопытно, мы там не присутствовали, очень хочется узнать, о чем президент спрашивает. Ну, первое, наверное, в некоторых структурах правительства России уже вызывает изжогу темы консолидированных групп налогоплательщиков. Мы, так сказать, напоминаем, что из Карелии ушло больше 20 налогоплательщиков в консолидированных группы, то есть мы перестали получать налог на прибыль, а это, так сказать, одна из основных составляющих доходной части бюджета Республики Карелия. Были изменены формулировки налогового кодекса Российской Федерации, и с 2012 года предприятия могли переводить уплату налога на прибыль внутри этого холдинга по месту расположения любой структурной единицы этого холдинга. Ну, таким образом мы потеряли огромные деньги, и, так сказать, ну, даже в рамках сохранения консолидированных групп я давал предложение, как можно было бы изменить сегодня налогообложение структурных подразделений для того, чтобы субъекты не столь страдали, как пострадала Карелия. Мы сегодня один из немногих субъектов, кто потерял практически весь налог на прибыль. Мы получаем символическую часть от того, что получали ранее. Эта идея была одобрена президентом, было написано поручение разобраться, и сегодня мы находимся в деловом контакте с Государственной налоговой службой, с Минфином России, для того, чтобы наша идея могла быть реализована в измененных нормативных документах Российской Федерации. Говорили об арктической зоне. С 90-х годов прошлого еще тысячелетия идет формирование арктической зоны, которая воплощает все побережья Арктики. К сожалению, доходя до Карелии, в той же Архангельской области, она почему-то прерывается на территории Беломорского, Кемпского и Лоухского районов и продолжается в Мурманской области. Мы справедливо возмущены. Я аргументированно доказал, что это несправедливо по отношению к Карелии. Президент с этим согласился, написал поручение проработать этот вопрос. Я думаю, что наши признания будут учтены. Мы войдем в арктическую зону, и эти районы получат преференции, будут участниками программы развития арктического региона Российской Федерации. Ну и была озвучена идея организации государственно-судоходной компании. Мы помним БОП, где работало более трех тысяч человек, и были сотни судов, которые перевозили огромные запасы грузов. На сегодня возить, к сожалению, морским водным путем уже практически нечем. А учитывая то, что сегодня Петрозаводск, порт Пяти морей, и мы имеем выход на акваторию рек внутри Российской Федерации, это альтернатива железнодорожному транспорту, который сегодня, к сожалению, экономически не всегда обоснованно выставляет тарифы. Поэтому это тоже была идея услышана президентом. Он поручил Министерству транспорта подумать над возможностью организации государственно-судоходной компании на территории Карелии, для того, чтобы в перспективе получилась государственная структура, которая бы сегодня занималась грузоперевозками, заказывала суда, покупала суда. У нас на пороге, раскрою тайну, в апреле месяце будет, не в мае уже, а в апреле месяце будет закладка судов на Онежском судостроительном заводе, который вернулся в лоно государства, это теперь государственная собственность, и в апреле месяце у нас с вами будет праздник закладки судов, но как минимум трех в этом году. То есть это такая реинкарнация БОПа, что ли, получается? Это к вопросу о БОПе. Мы вернули в госсобственность судостроительный завод, который будет делать плавсредства для перевозки грузов, и суда, который способен производить Онежский судостроительный завод, могут вместить одно судно, могут вместить два железнодорожных состава. И сегодня, естественно, это будет альтернатива грузоперевозкам и железнодорожным, это намного увеличит возможности доставки щебня, блоков. И они будут все ходить, ну, скажем, под эгидой БОПа, условно. Да, условно. Поэтому эта идея понравилась президенту, он, так сказать, дал поручение Минтрансу проработать. Поэтому, возможно, на территории Республики Карелии получится, или появится судоходная государственная компания, которая будет заниматься грузоперевозками в альтернативу железнодорожному транспорту, дабы, так сказать, там была конкуренция, не было монополии железнодорожных перевозок внутри Российской Федерации и не внутри Российской Федерации. Поэтому эта идея тоже очень понравилась президенту, он дал поручение. Ну и в целом я поблагодарил за его поддержку, потому что, ну, ранее я уже говорил, когда были острые критические ситуации, он всегда нас слышал и с тем же надвоицким алюминиевым заводом, и с той же федеральной целевой программой, и с созданием Госкомиссии, которая сегодня очень эффективно и плодотворно работает. И сегодня многие субъекты Российской Федерации на сегодня только по достоинству оценили перспективы и эффективность работы подобной структуры, которая была создана для Карелии во имя, Карелии во имя изменения ситуации в Карелии, безусловно, это не могло происходить, помимо участия президента и его благословения, все это было сделано, безусловно, он дал толчок масштабной газификации республики Карелии, которая сегодня происходит, и я надеюсь, в конце мая, в июне месяце у нас состоится праздник запуска первых котельных в Оланецком районе и пуска газа из Ленинградской области, к тому мы уже готовы, есть календарный план запуска этих объектов уже через 2-2,5 месяца, поэтому, естественно, нужно было сказать за это, сказать спасибо Владимиру Владимировичу, ну и обозначить те перспективы и приграничного сотрудничества. Александр Петрович, ну вот это все очень хорошо, конечно, говорить об успехах или о том, что хорошо, это легко, а что подверглось критике со стороны президента, можете сейчас сказать, какая ситуация в Карелии вызывает его, может быть, вопросы какие-то? Ну, безусловно, сокращение темпов роста экономики, мы помним, что первые полугодия 2014 года у нас индекс промышленного производства был почти 106%, вот, ну и, конечно, общее ухудшение экономической ситуации сократило значительно эти темпы, мы упали, так сказать, до 100 с небольшим процентов по итогам года, но в апреле месяце будет окончательная цифра, безусловно, здесь президент остановился, и я подробно докладывал, почему это случилось, какие меры предпринимались, какие сегодня планы мероприятий приняты, как мы отслеживаем, контролируем, спросил очень подробно про продовольственный рынок, про рост цен на продовольственные товары, тоже, так сказать, отчитался, поэтому он задавал самые разные вопросы, безусловно, не было критики, но был внимательный, вопрошающий взгляд, так сказать, по отчету, по этим показателям. Понимаем, что сегодня специфика Карелии говорит о том, что у нас есть сложности, которые не характерны для других субъектов того же северо-западного региона, и это и моноэкономность нашей республики, и приграничное расположение, в этом есть плюсы, есть минусы, вот, поэтому, безусловно, это подверглось, там, ну, такому критическому анализу, да, и вопросам со стороны, уточняющим вопросам со стороны президента, ну, и, безусловно, я... Я почему спрашиваю, масштабные перестановки в правительстве, ведь они, наверное, все же по какой-то причине производятся, иначе, если все так хорошо, зачем тасовать кадры? Несколько заместителей главы поменяли свои кресла, министр сельского хозяйства ушел, а про вновь созданный комитет я еще отдельно спрошу, вот сейчас хочу узнать, с чем связаны перестановки, то есть, вроде как, не новые люди, ну, за исключением министра сельского хозяйства нового, а так все те же кадры, ну, только что они меняются местами. С чем это связано? Ну, и министр сельского хозяйства не новый. Ну, тоже не новый, да, он тоже... Да, он... Конфорация развития возглавляет. Да, он родом из Карелии, родители в Костомукше живут, поэтому он местный, он коренной. Связаны, ну, когда три года назад начиналась моя деятельность в республике Карелия, я практически никого не знал, и, в общем-то, людям верил на слово, так сказать, не знал плюсов и минусов, безусловно, в процессе работы ты оцениваешь те или иные качества человека, его плюсы и минусы, безусловно, все мы не идеальны, у всех есть плюсы, у всех есть минусы, и у вас, у меня есть плюсы и минусы, поэтому, безусловно, взвесив потенциальные возможности того или иного человека, было принято решение о перераспределении полномочий и закреплении, так сказать, за некими иными сферами, что, так сказать, думают, что повысит сегодня эффективность и отдачу этих людей именно в этих направлениях, поэтому это было подробно озвучено 11-го числа на заседании правительства, с утра, и эти кадровые перестановки были сделаны. Что касается контрольного управления... И все же, простите, Александр Петрович, я хочу понять, почему поменялись местами руководитель администрации и представитель главы в законодательном собрании Андрей Манин стал обратным министром национальной политики. Ну, с чем это связано? Просто, может быть, любопытно, мне любопытно, почему они не удовлетворяют вас в этой должности, или вы как-то хотите их использовать по-другому? Почему такие перестановки? Вы же знаете, что мы сделали это чуть раньше, а, так сказать, двумя или тремя днями позже в правительстве Российской Федерации появилось агентство по национальной политике. Сегодня национальной политике уделяется очень пристальное, особое внимание. Когда Юрий Алексеевич Шабанов совмещал, так сказать, должность министра и зама по внутренней политике, наверное, не всегда доходили руки. Наверное, вот бывают справедливые недовольства и вопросы у наших националов, проживающих на территории Республики Карелия. Мы многонациональная республика, проживают 153 национальности, и этим нужно предметно заниматься. Сегодня Андрей Александрович Манин очень авторитетный человек среди карелов, ебсов, финнов, среди национальных, среди конфессий, не только православной конфессии, среди всех конфессий, присутствующих здесь. Это очень авторитетный человек. А учитывая то, что сегодня очень большое значение уделяется межнациональным отношениям, консолидации нашего общества, консолидации конфессий. Но это не означает, что вы кем-то из них недовольны? Нет, ну что вы. И у вас просто нет кадрового резерва, и просто вы этому тасуете. Нет, нет. Юрий Алексеевич Шабанов, он был у нас депутатом, он действительно со всеми депутатами на ты и за руку, и он очень много помогал Андрею Санычу в консолидации нашего законодательного собрания, поэтому он специально заниматься тем, где он как рыба в воде, он все знает, он с ними на одной волне, на одной ноте, одним воздухом дышит, он их быстрее понимает, и понимает процессы происходящие там, и это будет большой помощью. Вячеслав Геннадьевич Баев, сегодня он изучил настолько хорошо Карелию, что иногда поражаешься знанием фамилий, людей, фактов по всей географии Карелии, будет только Костомукша, Лоухи, Кем, Пудыш, Сартовала, он настолько уже стал своим, что, в общем-то, когда приезжаешь и проводишь какие-то совещания, поражаешься, насколько быстро они ориентируются в фамилиях, в датах. Ну, это, поэтому, думаю, что это логично, это его. Ну, возвращаясь к контрольному управлению. Вот теперь контрольное управление, да, вновь созданное. Безусловно, но мы же знаем, что даже на последней коллегии президент, выступая на коллегии МВД Российской Федерации, очень много говорил о правовом нашем поле, о борьбе с коррупцией, о контроле, так сказать, за расходованием бюджетных средств, средств госпрограмм, так сказать, госкап-вложений и всего остального. Поэтому, безусловно, нужен орган, который бы сегодня действительно был неким сдерживающим инструментом от даже дурных помыслов, а не только от попыток. Поэтому сегодня назначен человек, который, ну, несколько раз я его проверял, действительно он очень скурпулезного, взвешенного, без лишней бравады, так сказать, настолько глубоко вникает в любое порученное дело, что поражаешься, насколько он за короткое время глубоко в это вник. Он был когда-то прокурором, был когда-то судьей, так сказать, очень грамотный человек, отработал последний год у нас заместитель министра юстиции, жена, так сказать, местная, коренная, из Олонинского района, поэтому все хорошо. Это для особо озабоченных, кто беспокоится, что варяки где-то приходят. Такие вопросы возникают, что вновь созданное управление, которое берет чьи-то чужие функции, специально под конкретного человека. Мы нет, ну что бы. Эти функции были разрознены, эти контрольные функции были практически у половины структур правительства Республики Карелия. Все эти контрольные функции теперь саккумулированы в одно подразделение без увеличения штатной численности. Мы просто этих людей, значит, это тоже вопрос, который возникает, за чей счет банкетчен? Нет, не за чей счет, это без ни одного человека лишнего не появится. Более того, сейчас будем даже сокращать необходимое количество численности, потому что это требует сегодня время, это требует наше фактическое состояние наполнения доходной части бюджета, поэтому будем не только увеличить, будем сокращать небольшое количество чиновников, но сегодня от этого не уйти, и это, к сожалению, жесткая, но необходимая мера. Поэтому здесь создание контрольного комитета это аккумулирование функций, которые были и у Минфины, и у Минэка, и, так сказать, у различных структур, практически везде эти были контрольные функции, где 3-4 человека сидело, теперь мы все это собираем. Будет один контрольный орган, который будет сегодня контролировать, предупреждать, ну и наказывать, если нужно, если, так сказать, в этом будет необходимость, я думаю, что это намного стимулирует к нормальной работе всех членов правительства, чиновников, и будет, ну, как бы вот неким надзирающим глазом за эффективностью расходования бюджета. Ну, новая метла по новому метет, может быть, тут есть какая-то в этом мысль. Скажите, пожалуйста, после каждого нашего эфира, я думаю, что и во время ваших горячих линий, огромное количество звонков от жителей республики, ну, буквально с просьбами, с мольбами, передайте главе, пусть он наведет порядок в коммунальной сфере. Вопросы, касаемые, ну, элементарных каких-то взаимоотношений, хозяйствующих субъектов, например, в Петрозаводске, ПКС и ТГК при оплате, при сборе средств за тепло и горячую воду. Как, что отвечает людям? Когда наведет порядок глава республики? Его ли это делает? Глава отвечает за все, безусловно, и совершенно правильно спрашивает, хотя, так сказать, юридически за это в первую тему отвечают органы местного самоуправления. Действительно, в сентябре месяце было принято решение об утверждении схемы теплоснабжения города Петрозаводска, и статус единая теплоснабжающая организация получила ТГК, это структура Большого Газпрома, это теплогенерирующая компания 1, структура Большого Газпрома. И, так сказать, естественно, мы пытались найти консенсус, так сказать, не получалось. Более того, ПКС пытался, это Петербургская коммунальная система пыталась снести через арбитражный суд, это решение, так сказать, суд остался на стороне решения города Петрозаводска, администрации города Петрозаводска, поэтому, как только суд закончился, было принято решение о наделении тарифов ТГК в статус единой теплоснабжающей организации. Ну, сегодня это спор двух хозяйственных субъектов. К сожалению, не всегда этот спор приводит к улучшению ситуации с нашими жителями и гражданами, но, поверьте, что мы в неделю по два, по три раза к этой теме возвращаемся, и сегодня тоже будем проводить совещания с представителями ПКС, для того, чтобы как-то вот найти консенсус разумный между ТГК и ПКС, для того, чтобы не было двойной квитанции, чтобы было, так сказать, понимание, кому и за что платить, чтобы, так сказать, не было вот этой путаницы, которая сегодня лихорадит наших жителей, что не есть. Знаете, вот я хочу сейчас для себя лично сказать, что это, вот от вас я слышу первый внятный ответ, потому что я столько раз обращался в ту же мэрию за вопросами, и все, ну, отфутболивают, мягко говоря, это не наша проблема, это спор хозяйствующих субъектов, и мы за это не смотрим. Нет, нет, мы пытаемся их примирить, находим различные варианты, но сегодня, в принципе, в нашем понимании можно выйти из этой ситуации, есть предложение, с которым практически согласился руководитель ПКС, и сегодня ведем переговоры с ТГК для того, чтобы все-таки примирить в этой ситуации и достойно выйти для того, чтобы не страдали наши жители. В завершении разговора, может быть, такую, ну, что ли, красочную тему затронем. Весна, она хоть ранняя сейчас такая, искренняя. Выходные уже минус 12, поэтому не расслабляйтесь. Ну, мы будем надеяться, что все равно, ну, не остановить же ход природы, все равно же будет весна, потом лет. Вы вот в это время на что-то надеетесь? У вас есть какие-то надежды? Лично у вас? Ну, вы знаете, конечно, надеюсь, весна всегда это ожидание чего-то. Весной распускается природа, деревья, так сказать, начинают расти трава, цветы, и, естественно, в твоей душе тоже пробуждается некие ожидания надежд. Но, на самом деле, вот на последнем совещании в понедельник с органами, с руководителем органов исполнительной власти уже дал задание готовиться к следующему отопительному сезону, готовиться к следующему учебному году, готовиться к оздоровительному сезону летнему детей здесь. Поэтому мы уже не сидим сложив руки, понимаем, что после весны придет лето, а после осени наступит, то есть после лета наступит осень, и опять зима. Ну, то есть надежда не на отпуск, а на работу в новом году. Да, но отпуск, если получится, то хорошо, но вот за прошлый год у меня было, по-моему, 9 календарных дней отпуска. К сожалению, вот не приходится отдыхать, хотя это, наверное, неправильно, в таком ритме тяжело работает, но пока выдерживаю. Спасибо, Александр Петрович, что нашли время, побеседовали. Те темы, которые интересуют, надеюсь, не только нас, но и жителей, зрителей нашей программы. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok